Привет! Я приехал в Саратов! Саратов, город на Волге, один из крупнейших в России. 17 место занимает по численности населения среди городов. 830 тысяч человек здесь проживает, а если брать агломерацию с городом Энгельс, практически миллион двести. Старинный город основан в 1590 году, к тому же, к тому же, не маленький, значит здесь есть что посмотреть. Я нахожусь на театральной площади, это центральная площадь города, отсюда и начну исследовать и снимать Саратов. Первым делом в глаза бросается Нижневолжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики. Такое красивое советское здание, огромный институт, большой памятник Ленину, установлен как раз-таки напротив института, а рядом здание правительства Саратовской области с великолепной мозаикой и огромная-огромная площадь. Здесь, наверное, проходят все барады. Площадь заканчивается здесь, это не все пространство. Площадь здесь прилегает сад имени Радищева и сквер имени Олега Табакова с театром оперы и балета. К сожалению, театр показать не удастся. Театр на какой-то тотальной реконструкции. Не знаю, хорошо это или плохо, но просто фасад снесен в ноль. Не знаю, что получится у них сделать. А напротив театра оперы и балета памятник борцам соцреволюции 2017 года и Вечный Огонь. А рядом с садом Радищева художественный музей. Его же имени. Перед главным входом в музей памятник непосредственно Радищеву. Ух ты, здесь посадили катальпы. Прикольно, классные деревья. На площади музей. Интересно, сохранился старый. Саратовский государственный художественный музей. Музей и часовня. Позади часовни модернистское здание экономбанка. Сад Радищева через дорогу примыкает к площади Столыпина. А вот это вот великолепное здание, которое рядом с экономбанком, это здание администрации города. Вот это вот Салмодовское тоже великолепное здание. Это государственная дума. Ну а на площади Столыпина, конечно же, памятник Столыпину. Через одну улицу от Московской идет улица Кировская. Пешеходная улица, наверное, самая интересная в этом городе. Не зря ведь она пешеходная, но к ней я вернусь попозже. Хочу прогуляться полностью по Московской улочке. Она идет от железнодорожного вокзала к Волге практически, к речному вокзалу. А Московская улица полна хорошей архитектуры. Посмотрите, какая тут парадная была. Шикарная. Ну, мне кажется, она была полностью. Огромное количество усадеб, доходных домов, домов купцов. Да, архитектура здесь превосходная. А улица Московская меня привела к Саратовскому государственному университету. Саратовский национальный исследовательный государственный университет. Да, город Саратов славится своими научно-исследовательскими институтами. Институт экспериментальной медицины. Посмотрите, какие великолепные сталинки. Еще один корпус. Да, такой же, такая же сталинка. И тут я уже подхожу к железнодорожному вокзалу. Улица Московская от ЖД вокзала идет до речного вокзала, до Волги. Как раз таки сквозь весь город. Одна из главных таких артерий городских. Московская не то чтобы огромная артерия, в большей степени она просто одна из интересных улиц и самая длинная из интересных улиц. А я дошел до самого конца улицы Московской. Думаю, что стоит ее начало считать с исторического центра. И вот он, железнодорожный вокзал Саратова. Я бы не сказал, что здесь какой-то грандиозный ЖД вокзал. Он здесь самый обыкновенный. И вот такая небольшая привокзальная площадь с аркой в стадион Локомотив. А напротив ЖД вокзала стоит памятник Дзержинскому. Вернулся я к институту и зашел на территорию его. Тут есть фонтанчик неплохой, такой вот ротонды по центру. Полностью вся территория состоит из корпусов. Все в стилистике сталинского ампира с элементами классики. Не по каждой территории университетов в городах можно прогуляться. Так, а выхожу я на Астраханскую улицу. Это улица с большущим бульваром, которая проходит тоже практически через всю центральную часть города. Только она уже идет поперек. Московская пересекает ее, прогуляясь вначале в одну сторону, а потом в другую. В Саратове есть трамвайчики, троллейбусы. Кстати, троллейбусы новенькие здесь гоняют. Мы несколько штук пришли из Москвы. И автобусы нормальные. Ну, вот такие вот ездят. С транспортом здесь, в принципе, более-менее. До сих пор здесь такие вот газельки гоняют, что не совсем хорошо, но автобусов достаточно. Большущий торговый центр. Триумф Мол. Да, действительно огромный. А чуть дальше находится Сенный рынок. Хочу до него прогуляться. Бульвар вывел меня к Сенному рынку. Тоже такое большое пространство, рынок. Тут еще торговый центр рядом. Да и все. Я думаю, дальше особо-то делать нечего. Буду возвращаться в центральную часть города и пошел я до пешеходной, до Кировки. Кировка, наверное, самая интересная локация в этом городе. Саратовский академический театр юного зрителя имени Киселева. И здесь же перед театром небольшая площадь имени Киселева с очень даже классным для детей фонтаном. Здание театра выглядит интересно. Рядышком памятник Юрию Киселеву. Я пришел на проспект имени Кирова. Это большая пешеходная длинная улица, которая начинается от площади Кирова, идет до площади Чернышевского. Дальше она переходит в улицу Волжскую. Потом с Волжской она уходит в Октябрьскую, на площадь Федина. И как раз-таки площадь Федина уже примыкает к набережной космонавтов. Грубо говоря, пешеходная улица состоит из трех улиц и идет она от площади Кирова до самой набережной. Но самый интересный кусок вот этот. Очень странно, что здесь пожелтели листья на деревьях. Ощущение как будто осень. На самом деле очень похоже на Кировку в Челябинске. Не только название, но и внешне тоже что-то есть в этом. Да, архитектура здесь классная. Что из себя представляет пешеходная улица? Это хорошая архитектура, естественно. Здесь концентрация этой хорошей архитектуры, наверное, самая высокая. Разве что Московская может потягаться. Но здесь, конечно, гораздо интереснее гулять, чем на Московской. Ну и куча магазинов, кафешек. Наверное, самое интересное место на сегодняшний день в этом городе. Очень интересно сюда вписали позднесоветское строение. Такую вот панельку. Все равно, конечно, вырываются из общего ансамбля архитектуры здесь, но более-менее. Вот тоже прекрасный домик с балкончиком. Но не все советские домики хорошо сюда вписаны. Вот этот, например, очень сильно врывается. А вот этот советский домик с шикарным барельефом. Кинотеатр Пионер. Да, вот такая вот позорная стекляшка загородила барельеф. Очень жаль. А вот здесь вот вообще великолепная серия домиков. Вот домик сюда вписался из сталинской эпохи. Шикарные эркеры. А вот, кстати, дом позднесоветский, модернистский. При этом очень хорошо смотрится здесь. А я дошел до площади Чернышевского. Проспект Кирова выходит как раз таки в нее. Здесь шикарный фонтан. Площадь Чернышевского – это большой аграрный университет саратовский. Большой фонтан. И фонтан, кстати, музыкальный. Надо будет сюда вечером вернуться. И здесь отстроил кто-то замок. Такая вот неоготика. Ну, выглядит забавно, кстати. На площади Чернышевского, конечно же, никуда без памятника. Пропустил вот такую вот инсталляцию за стеклом. Это старый, старинный Саратовград. Изображен здесь река Волга. Так, здесь уже советский Саратовград, судя по всему. Саратов, 430 лет. Здесь разные концепции. Зеленого острова, культурный центр на Соколовой горе, какой-то неосовременный град, развитие авто и железнодорожного вокзалов, организация пешеходной зоны. И пешеходная улица продолжается у нас вот туда. Тут у нас превосходный маленький собор. Архиерейское подворье. Утоли моя печали. В 1906 году был освящен. Маленький, но великолепный храм. Это тоже одна из таких достопримечательностей города. Храм действительно очень красивый. Архитектура невероятная. Вот это дом, кстати, с барельефом наверху. А вот серый домик. Шикарные барельефы и здесь присутствуют. А я свернул чуть-чуть вбок. Рядом есть парк, который называется Липки. Летний читальный зал. Ух ты! Интересно. Небольшой парк. Погулять с детской площадкой, фонтанчиками и мороженым. Вполне себе прекрасная локация. Вот такой вот, да, небольшой парк Липки. Возвращаюсь на пешеходную улицу. Ух ты! Великолепный модерн. Встречается даже модерн на улочках. Кстати, это я уже иду по улице Волжской. Она тоже пешеходная. Идет от площади Чернышевского до вот этого дома. Кусочек уже чуть поменьше, чем Кирова. Здесь заканчивается Волжская улица. Точнее, она здесь начинается, Волжская 1. И вот здесь продолжается уже до набережной. Улица Октябрьская. Саратов когда-то был пятерки самых богатых городов в свое время. Архитектура здесь сохранилась кое-какая. И она разбросана. Ну, то есть старинный центр, он по факту очень большой. А я хочу дойти до Советской улицы и прогуляться здесь еще по двум-трем стареньким улочкам поискать какие-нибудь интересные домики. Можно встретить даже готику. Такую вот. Это улица Советская. Вот еще напротив тоже симпатичный домик. Просьба здесь не курить и окурки не бросать. Вот так. Борются за чистоту. Я спустился на набережную и, в принципе, она выглядит вот так. Пешеходная дорожка. Вот здесь можно покататься. Фонарики и лавочки с урнами. Все. Где-то каждые метров, наверное, 500 или может чуть больше стоят киоски с мороженым. И есть верхняя часть набережной. Там тоже прогулочная зона. И народу нет, потому что лютая жара. Здесь нет доступа к воде. То есть здесь вот так вот все. Обрыв и все цветет. Автомобильный мост в Энгельс. Да, вон он виднеется. Через Волгу. Здесь можно поплавать. Вода цветет, но купаются. Ух ты. Какой прикольный монумент. И шикарное советское здание. Модернистское. Блин, какое оно классное. Впервые вижу набережную, чтобы вот набережная и гаражный комплекс. Здесь понастроили очень много новых домиков. Спортивные площадки. Там воркаут-площадка. Баскетбольные, волейбольные. Я смотрю на набережную и думаю, а что она такая мертвая? Где вообще люди? Люди все оказываются вот здесь. О да, ребята. Я вас прекрасно понимаю. Небольшой кусочек пляжа по сравнению с Самарским, например. Но вот этот небольшой кусочек пляжа на голову выше, чем Самарский. Он хоть и маленький, но здесь есть шезлонги, что очень классно. Есть навесы, что вдвойне классно. И есть душевые, чего очень сильно не хватает в Самаре. Недавно была реконструкция. И это все здесь не так давно появилось. Смотрите, какие тут душевые. Отдельно для ног. И полностью как душевое. Причем здесь даже прикольнее, чем Волги. Волга вся зеленая и цветет. А здесь такая чистая схлорочка, правда, но водичка. Вот этот кусочек набережной с пляжем самый интересный и классный. Парк культуры и отдыха имени Горького. Самый большущий парк в центральной части города. Кстати, крутая навигация. На входе веревочный парк. И какой шикарный пруд. Слушайте, а пруд вообще великолепный. Андатра или крыса, кто это тут у нас? Хлеб нашла. Тут плавают лебеди, уточки. Еще какие-то птицы. Тут русалка. Небольшая сцена. Гулять здесь, кстати, шикарно. Локация замечательная. Здесь, кстати, таблички. Нельзя ловить рыбу. При этом, да, рыбы здесь очень много. Лебедюхи. Два. И да, это не просто пруд. Тут можно покататься на лодочках. Здесь пруд. Огибает участки земли. Получаются такие некие полуостровочки. Но куда дальше пройти нельзя. Только так погулять. Вот с той стороны кафешки. Очень круто, кстати, оформлены. Там сидят ребята. Там закрытые такие палаточки. Пьют винишко. Ну, как бы каждому свое. Но прикольно. Классный заборчик такой. На газончике посидеть. Можно почилить. Как вот этот вот дедушка с внучкой. Парк вообще замечательный. Обычно заходишь в какой-нибудь парк культуры и отдыха. Там тупо аттракционы и все. И кафешки. А здесь прям хочется вот присесть. На газончик и все. И тебя никто не трогает. Прям замечательно. О, посмотрите, какой прикольный пеликан. Пеликан-фонтан. Сейчас плюс 35. Из-за обилия деревьев и воды ты здесь особо не сдыхаешь. От жары. Что прекрасно. Вот этот пруд. Это один и тот же пруд. Просто здесь так полуострова. И пруд идет такой небольшой буковкой. Лодочки можно взять здесь. И кататься по всему парку. А вот тут начинается небольшой кусочек с аттракционами. И туда дальше уходят. Они там даже колеса обозрения есть. Аттракционы, конечно, снимать не интересно абсолютно. Но они здесь и есть. Отдельным таким закуточком. По большей части парк это большая-большая прогулочная зона. И она великолепная. А вот, судя по всему, основная входная группа в парк. Стороны улицы Чернышевского. Это улица, которая идет параллельно набережной. Ну, самая красивая арка здесь. Значит, входная группа здесь. Парку 50 лет, кстати. Чуть больше. А напротив парка есть сквер борцам революции 1905 года. Сквер обычный, но вот монумент. Интересно. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ниже сквера идет небольшая аллейка. Кстати, тоже недавно, видимо, сделали. Хорошие лавочки здесь. Урны. Самое прикольное, знаете, здесь вот эта вот дорожка. Погулять. На дорожке тоже есть, кстати, урны. Дорожка из мелкой такой щебенки. Можно прогуляться не только там, но и вот параллельно по этой дорожке. Саратов, конечно, удивляет. Просто идете где-то в советском районе. Такие девятиэтажечки. Пум. Старенький домик сохранился. Направлялся в детский парк, но вышел на улицу Рахова. По улице Рахова проходит небольшой бульварчик. И он достаточно прикольный. Слощадка для тренировочки собак. Его вроде как давненько сделали, судя по всему. Пару-тройку лет назад, но выглядит окей. По-современному. Даже теннис на столик есть. А я вышел на улицу Астраханскую. С большущим бульваром. Для чего здесь поручни? Кто-нибудь объяснит? Причем по длине всего бульвара. Забавно, первый раз такое вижу. Астраханская улочка привела меня в детский парк. Какая-то прикольная конструкция на входе. Забавно. Детский парк, вот он как раз таки больше похож на такие типичные парки культуры и отдыха. Парочка аттракционов, какие-то вот батутики, пару площадок спортивных, детских. И дел-то здесь особо нечего. Так, а я не пойду дальше по Астраханской. Я хочу выйти обратно на Рахово и зайти на площадь Кирова. Заметил такой интересный момент. В картах в Тугисе есть цветные линии. Но это не пешеходные маршруты. Это некие туристические тропинки только для самокатов. Они так и подписаны, так и называются. Это очень забавно. Ну что ж, я вернулся на Рахово. Шахматные столики. Блин, великолепная улица. Тут теннис рубится. Круто. Вот что я узнал. Проект благоустраивали в 2017 году. Пять лет проекту, слушайте. Он довольно-таки хороший и неплохо сохранился. Что ж, я свернул, свернул в площадь Кирова. Хорошая мозаика сохранилась. Советская. С Лениным. Вот она, собственно, сама площадь. Судя по всему, тоже недавно ее благоустраивали. Очень хорошая плиточка лежит. Так, это памятник Вавилон Николай Иванович. Что ж, давайте посмотрим площадь. Сохранилась старенькая белокаменная церквушка. Храм, кстати, 1864 года. Ух ты. Здесь же рядышком великолепный кинотеатр Победа. Сталинский кинотеатр. Но самое красивое здесь это леттеринг. Просто великолепный. Ну и само здание тоже, конечно, красивое. И позади большущий торговый центр Победа Плаза. Такой вот фонтан. Огорожен забором со всех сторон. Видимо, очень здесь как-то опасно, что ли. Да, технический объект. Опасно для жизни. Интересно, а что за объект? Что он делает? Большущая детская площадка. Вот здесь, кстати, заканчивается площадь. Но это все одна и та же территория. Сюда к площади прилегает сквер имени братьев Никитинах. Да, площадь и сквер, видимо, оформляли в одном стиле. Ну, одинаковая плитка везде. И довольно-таки прикольно. Качельки. Такие вот лавочки вокруг. Очень интересный монумент или арт-объект. Что это такое? Все люди стремятся к лучшему. А на пути к этим заветным целям возникают препятствия и преграды, которые предоставлены здесь массивными каменными скалами. Путь через преграды всегда долгий и сложный. Тот, кто не сдается, ищет мир и гармонию, рано или поздно добьется своего. Вместе можно преодолеть все. Ведь рука нужна не для того, чтобы нанести удар, а для того, чтобы держать в ней руку близкого человека. Этой инсталляцией мы призываем жить в гармонии и согласии с окружающими, жить без насилия и стремиться к миру, в собственной семье, несмотря на все препятствия. Вот так. А это, судя по всему, братья Никитины, да? Основатели русского национального цирка. И неспроста здесь сквер в их честь, потому что здесь здание цирка. Из 1873 год в 1963. Видимо, к 90-летию построили вот это вот советское модернистское здание цирка. Кстати, отличается от таких типовых проектов цирка. Выглядит довольно-таки интересно. Плюс еще подсветочку добавили, вот эту разноцветную. Плюс вот эти дополнительные инсталляции. Очень классно дополняют. А туда идет пешеходка. А здесь у нас рынок. Тут даже буквку добавили, твердый знак. Посмотрите, тут даже Атланты есть на входной группе. Крытый рынок 1916 года. Проект архитектора Люкшина. Просто великолепное здание. Площадь, в общем, достаточно хорошая. Здесь вот, правда, торговый центр вписался с не очень такой хорошей архитектурой. Но если рассматривать со стороны точки притяжения, то торговый центр здесь весьма кстати. Продолжение следует... А я отошел до Покровской церкви. Вернее, храм Покрова Пресвятой Богородицы. 1883 года строение. Советское время было законсервировано. И в 90-х годах лишь церковь обратно вернула себе эту территорию. И вот он подреставрированный, старенький, довольно-таки симпатичный. С архитектурной точки зрения собор. Да, этот храм является одной из главных достопримечательностей города. Знаете, откуда этот храм будет видно лучше? С парка Победы, который находится на горе, здесь недалеко. Пойду-ка я до него, пожалуй. Я поднялся на возвышенность, гора Соколова, здесь парк Победы и мемориальный комплекс журавли. Вот этот монумент, стелла со звездой. Ух ты, ёперес, это... Вот это вид. Вот она, эта гора. Собственно, парк Победы там. Туда я сейчас пойду прогуляюсь. Отсюда видно мост, как раз-таки, который ведет в Энгельс, город-спутник. Ну и вот он, город Саратов. Как на ладони. А вот он, тот самый храм, откуда я пришел, да. Сам мемориал называется журавли, потому что там звезда и такой косяк журавлей летит. Люблю города, где есть такая вот возвышенность, откуда город как на ладони. Не каждый город может таким похвастаться. Более 300 тысяч саратовцев не вернулось с Отечественной войны. Огромное количество разной военной техники. Тут на территории есть музей боевой и трудовой славы. Причем достаточно большое здание. Кому интересно, вот, пожалуйста. Ох, тут какую стенку сделали. Память из третьих в первый день войны. Люди мира, на минуту встаньте. Очень интересная скульптура. Монументик такой маленький. Сверх малая подводная лодка. Там дальше самолеты. Здесь танки. Потом идут у нас машины. Там 66-й. Пожарная машина даже стоит. Здесь техники настолько много, что можно отдельное видео снимать. Просто техника Парка Победы в Саратове. Кто-то постарался очень сильно всю эту технику сюда в свое время привезти. Кто-то 34-й даже есть. Вот здесь отдельно небольшая локация с сельскохозяйственной техникой. Мощно, мощно. И ее здесь тоже очень много. Здесь целый, блин, музей, целая коллекция. Такого количества техники я еще пока не встречал в городах. Очень мощная тут коллекция, конечно. Офига себе, даже нефтяную вышку сюда поставили. Вот я тут гуляю, технику смотрю. И у нас есть техника, которая самая мощная на свете. Враг точно не ожидает такого. Видели? Невидимый танк. Невидимый танк H1. Вот такие вот технологии есть в России. А вот эта аллея называется Аллея соотечественников. С бюстами героев. И тут небольшая часовня стоит еще. Очень огромный парк. Если не торопиться и тщательно исследовать еще и с посещением музея, здесь действительно можно застрять на полдня, на то и на день. Чуть подальше от парка. Небольшая смотровая площадка. Вот такая более уже в современном стиле. Урны, лавочки такие вот по кругу. Правда, это навес не от дождя. Это просто для красоты. От дождя здесь особо ты не спрятишься. Вид на Саратов и более подробный вид на мост и на город Энгельс. Такая неплохая современная смотровая площадка. Выглядит все симпатично. Так, я вижу интересный остров. Судя по всему, там пляж. Попробую сейчас прогуляться до него. По дороге к мосту идут две улочки. Большая горная и Соколовая. Вот. И здесь маленькие домики. Деревянные. Есть кирпичные. И вот через один, через два домика попадаются старенькие, симпатичные. Типа таких. Основан в 1590 году. Саратов. Такая вот стекляшечка встречает всех приезжающих в город со стороны Энгельса. Видочки, конечно, открываются превосходные. Остров называется Покровские пески. Здесь действительно очень много песка. Но по территории, вроде как, этот остров относится к городу Саратову, а не к Энгельсу. Я сюда шел пешком, а оказывается, здесь есть автобусная остановка, и можно на автобусе доехать. Погнали! А я вернулся уже в непосредственно Саратов, и нахожусь около моста. С его правой стороны такой вот открывается вид на мост. Мост очень классный. А я вышел на набережную космонавтов. Здесь можно покататься на прогулочных теплоходиках. Великолепное модернистское здание. Правда, здесь немножко обшили. Но вот этот кусочек остался не обшит. Выглядит классно с часами. Набережная неспроста называется Космонавтов. Здесь родились два советских космонавта. Геннадий Сарафанов и Юрий Шаргин. И тут еще недалеко под Саратовом приземлился Юрий Гагарин после полета. Вау! Вышел с набережной и сразу в такой домик наткнулся. Я хочу дойти до одной из площадей. Это что у нас? Икона установлена в память об уничтожении Никольского собора. Наверное, здесь когда-то был собор. А теперь здесь арбитражный суд. Да, и советская гостиница Словакия. Вот гостиница Словакия шикарный дом. Чуть повыше речного вокзала. Это музейная площадь. Что еще хотел бы я вам показать? Это небольшое здание бизнес-центра. Петровский. По всем ощущениям, это как будто бы старая архитектура. Но домик построен недавно. Компания Сарград. И таких домиков в Саратове несколько. Ребята умеют строить, да. Действительно, со стороны даже иногда сложно понять, что это новодел. Вот следующий дом уже старенький. И это очень близко. Мне кажется, неопытный человек точно не отличит, не поймет разницу. Свято-Троицкий кафедральный собор. И здесь сама площадь. Она за забором. Блин, красиво. Золотые рыбки. Она маленькая, уютная, но очень классно все сделали. Все такое зеленое. С прудиком. Такой маленький плачочек, где летом можно уютно, красиво посидеть и спрятаться от жары. Так, сквер в памяти первой учительницы. Фонтан не работает. Три рыбки с самарского герба. А вот первая учительница. Скверики. Субтитры сделал DimaTorzok Пять дней я снимал Саратов. Думаю, можно заканчивать и подвести итог. Кто-то тут решил оставить свой след на стенах старенького домика. Прикольно. В Саратове огромное количество красивой архитектуры сохранилось. Хоть иногда где-то это все разрознено и перемешано с новодельными домиками, но, тем не менее, ее здесь много, а причиной тому становление города как раз-таки еще в досоветский период. На Поволжье он был в начале 20 века самым крупным городом. Когда-то Саратов с Энгельсом хотели объединить. В советское время, в 80-е годы были такие идеи, но они не воплотились. В планах было объединить эти два города, потому что это дало бы возможность строительству метрополитену, дало бы возможность разных других экономических привилегий, так как город получит статус миллионника. Саратову, в принципе, можно было бы самому раскачаться до миллионника. В советское время население здесь было 918 тысяч человек. На сегодняшний день население Саратова сильно падает. 830 тысяч человек сейчас. Но, думаю, Саратову в ближайшее время миллионником точно не стать. Но и без этого, в принципе, город интересный и есть чем удивить приема. В целом, что можно сказать? Я вижу, что идет благоустройство города. Я вижу, что занимается общественным транспортом. Но, наверное, экономика города здесь подхрамывает, потому что народ бы отсюда просто так не выезжал. Но в целом город мне понравился. Есть что, если рассматривать с туристической точки зрения, есть что здесь посмотреть. Есть чем удивить туристов, в принципе. А я еду в следующий город, Энгельс, буквально через Волгу. Так что увидимся с вами в следующем видео в Энгельс. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok